Тема номер 52. Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. В паспортах приемников тока, ламп, плиток, электродвигателей обычно указывают мощность тока в них. По мощности легко определить работу тока за заданный промежуток времени, пользуясь формулой А равно П умноженной на Т. Выражая мощность в ваттах, а время в секундах получим работу в джоулях. 1 ватт равен 1 джоуля делить на секунду, откуда 1 джоуля равен 1 ватт умноженной на секунду. Однако эту единицу работы неудобно использовать на практике, так как в потребителях электроэнергии ток производит работу в течение длительного времени. Например, в бытовых приборах в течение нескольких часов, в электропоездах по несколько часов и даже суток. А расчет израсходованной энергии по электросчетчику производится чаще всего за месяц. Поэтому при вычислении работы тока или затрачиваемой и вырабатываемой электрической энергией во всех этих случаях приходится переводить эти отрезки времени в секунды, что усложняет расчеты. Поэтому на практике, вычисляя работу тока, гораздо удобнее время выражать в часах. А работа тока не в джоулях, а в других единицах. В ватт-часах, гекту ватт-час, киловатт-час. Пример. Имеется электрическая лампа, рассчитанная на ток мощностью 100 Вт ежедневно. Лампа горит в течение 6 часов. Найдите работу тока за 1 месяц. 30 дней. Стоимость израсходованной энергии. Считаю, что тариф составляет 300 К за 1 киловатт-час. Запишем условие задачи. Дано решение и ответ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!